МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счерая размова и оперативное выражение проблем. Юрий Шулейко сегодня выслухал Жихару региона в корме. Профессийное свято актеров и прихильников мельпомены. Сегодня весь свет означает День театра. А сейчас об этом иншим больше подробязно. Президент Беларуси сегодня провел шерах рабочих встреч. Тема номер один – безпека. У размове с министром внутренних справ Игорем Шуневичем Александр Лукашенко дал доручение проверить место массового знаходжения людей и при наявности серьезных недопрацовок сбоку владельников таких установ вынести жорсткое покарание. А еще напереды дневратовальники распачали проверку гандлевых центров Украины. Але задача больше масштабная. И до этой работы повинны долучиться правооховники. Президент Беларуси сегодня встретился так же с главником аппарата Совета Министра Александром Турчиным. На парадку дня реформование податкового кодекса и питание предпринимательской деятельности. Как поведомо, в повинниках встреч Александр Турчин в Раду доручено в самый короткий термин пропрацовать питание по створению Министерства Личбовой Экономики. Не выключено, что оно появится в Беларуси уже до конца этого года. Союзные парламентары личат с необходимым принять додатковые меры по створению гульной информационной просторы. Такая думка прогучала подчас сегодняшнего выездного посаджения Комиссии парламентского схода Союза Беларуси и России по информационной политике и постоянной Комиссии Палаты представников национального схода Республики Беларусь по правах человека, национальных отношениях и сродках массовой информации. С планами и досягнениями ознайомился Олег Синцерову. Выездное посаджение парламентской комиссии по информационной политике на Гомичине проходит в першиню. По судностях это еще и констатация того факта, что местовые сродки массовой информации нашли свое место на информационной просторы Союзной Державы, до речи зараз на Гомичине денежит 125 друкованных и электронных СМИ разной формы властности. С уместному посаджению парламентской комиссии Союзной Державы и Комиссии Палаты представников национального схода попередничая с встречой депутатов со старшинью Гомицкого Абрауканкаму Владимиром Дворником. Основная частка часу присвечена деятельности региональных сродков массовой информации и их больше глубокой интеграции в агульную информационную простору. Судность проекта в том, что местовые журналисты будут рихтовать материалы, цикавые и для российского читателя. Размечать их плануется у таких выданиях, как газета «Союзная Веча», «Часопис Союзная Держава» и газетным додатком «Беларусь и Россия». Депутаты с такой пропоновой погоджаются. Задействовать в этом мероприятии региональные средства массовой информации. У нас уже есть определенные наработки в этом направлении, но это на уровне города Минска, когда мы собрались с докладами на тему, выступили, рассказали, но хотелось бы это увидеть на местах, как оно проходит. И я считаю, вот это направление мы будем выходить, и чтобы постоянный комитет нас поддержал в рамках финансирования. Непосредственно подчас посереджения размоба о дотягнениях и покояще-яснуючих проблемах у якости становочных прикладов с уместным уделом в деятельности Европейского Вещального Союза, международных книжных выставок и медиафорумах. Процесс союзного супрациониста достаточно активно осветляется у региональных СМИ в Утемляку Гомельской области, работа комиссии парламентского схода, супрациониста предприемства, проведение Дюн Гомельской области в Москве мероприемства, примеркованные до дня еднания, створение детячих лагеров дружбы, у которых отпочиваются представители российских регионов, молодежная политика и проведение совместных спортивных спорницов. Это тонкие некоторые темы, которые закринались в передачах регионального телеканала «Беларусь-4 Гомель». Уже в нескольких десяти годах совместный проект «Живая вода» с бранскими коллегами реализуют журналисты областной газеты «Гомельская правда». Закрытых тем нема. Иншая справа, что это супрационистство может быть больше активным. Поэтому пока по каким-то таким знаковым датам, накануне единения народу Беларуси и России 2 апреля праздник мы сегодня выпустили. То есть периодически, но самое главное, что этот проект «Жив». Что-то союзных СМИ, то тут бы да и самая головная проблема – узровень их финансования. Телеканал «Белый раз», який ранее назывался телерадовещальной организацией союзной державы, вымышлены платить кабельным операторам вельми значные сротки. В Беларуси в Истин могло бы стать уключение канала в так званый социальный пакет, а ли покой это только пропонова, як выник сегодня головный союзный телеканал вымышлены шукать додатковой махчимости распрощения информации. На нашем обновленном сайте онлайн-вещание. Любой, кто заходит на сайт, может смотреть онлайн всю нашу телевизионную сетку. Бесплатно, потому что на сайт ясно, что это самый такой на сегодняшний день доступный вариант. Помощник президента Республики Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня у городским поселку Карма промует телефонную линию и прием хромадян. Что хвалюет насельництво, доведался Дмитрий Котов. Повная частка питания у традиции натишилась о земельных спрессах и предоставлении жилья в широке социальной сферы. Жихарка Кармы Мария Маляванная приходится на прием разом с сыном Александром, который на протяжении 5 лет покутает от тяжкой хворобы. В союзе с чем на прационных местах долго не затримывается. Да и пероликвидом мягчимой деятельности значно обмежеваны. При этом мужчине долгий час отмоляют о оформлении инвалидности. После разговора с помощником президента заявляется надея на становочное выращение проблемы. Я думаю, что трудоустройство это будет не выход из положения, потому что его приступ может в любой момент быть и его могут в любой момент уволить. И он опять останется без ничего. Нас устроит и третья группа рабочая. Мы где-то можем подрабатывать, что будет позволять здоровье. Надежду нам дали, будем ждать, надеяться. Сироты, кто звернулся за допомогой, Михаил Красовский. Мужчина працевал на Чачарской ПМК. Поколь не подшался процесс ликвидации предприемства. Мужчина застался без працы, однако у свою чергу за предприемством заховалась запозиченность по заработной плате. Зараз она складает амальтры с половой тысячи рублев. Сродки можно будет отримать только после продажи майомости Чачарской ПМК. Иншим законным чином пытание не вырошить. С подобной проблемой до помощника президента звертается фермер Миколай Винянков, який так само не может дошакаться своей грошей. Правда, лишь бы значительно высшейшая коля 100 тысяч рублев. Миновито столько ему должны выплатить мясовые сельгаз предприемства. Коротко и понятно и ясно человек среагировал, что действительно ну как за продукцию нужно платить. Жалею, что раньше хотел ехать в администрацию туда президента, Минск, ну далеко, знаете, то-то, то-то. А вот все-таки вот эти приемы, вот эти вот попасть как можно и реально, это просто ну это очень хорошо. В этом питании необходимо детально разобраться, говорит Юрий Шулейко. И додает, мясовые улады должны наладить больше тесное взаимодействие с керавниками фермерских господарок. Надо абсолютно сегодня вникать в фермерскую жизнь, вникать в фермерскую жизнь. Если бестолковый не обрабатывает землю, мы землю выделили решением, если есть к тому предпосылки не обрабатывается, нет, мы его можем ее изъять и передать или вовлечь в хозоборот. Если там есть порядок, его нужно поддерживать и мотивировать еще. Может быть, он заявил, что он еще хочет землю взять? Почему не дать? Из такой позиции нужно и работать дальше. Это люди нужно сегодня культивировать с фермерства. По всех вопросам, которые пролучали подчас приема и промой линии, дадены тлумачения. Кожная на особистом контроле помощника президента. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель Скармы. Паромная переправа, которая свяжет два берега Припяти в Житковицком районе, прибыла до места призначения, передает Белта. Шляха малю 170 километров, караван, который складается с паромной переправы, двух буксиров и иншей техники, передолю меньшим за двое суток. В ближайшие дни будут обсталеваны причалы. После этого паром сможет перевозить людей и автомобили с одного берега на инши. Во всех православных храмах Беларуси прошли панихиды об супакаяниях вяр страшных пожаров России. До приклада только в Гомельской области запалить свечку память про хвяр трагедии пришли три тысячи человек. Дети это всегда ангелы и в церкви о детях возносится сугубая молитва. Нет слов, которое бы могло выразить эту печаль и это горе, это огромное несчастье для всех. Поэтому мы сегодня не договариваясь пришли молиться об упокоении душ этих людей, которые погибли в страшной этой трагедии. День предприемства пройдет в Гомеле 28-го соковика. Вакансии по пяти профессиях пропанует предприемство станка Гомель. Мероприемство будет проходить с 10 до 12 годин в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гарвы Конкама. Представники кадровой службы предприемства расскажут об умовах праце лоткования. Наймальник пропанует вакансии токера, фрезеровщика, шлифовщика, оператора станков с программным кераванием слесора механосборочных работ. Суискальники, які не мають ответной адукации, смогут пройти навучение непосредственно на вытворчасти. Так само специалисты управления по праце, занятости и социальной обороне расскажут об предоставлении субсиды для организации предприемательской деятельности, дадут консультации по законодавстве об занятости насельництва и прав навучении беспрационных грамадян. Зараз у банковакансии у областном центре амаль три тысячи пропанов свыше 1200 рабочей специальности. Сегодня у Гомеля ушановали талиновитую и одороную молодь. Традиционная святотворчасть и зорное юнацтва прошло в детячей школе мастатство номер 5. Досягнение распроцовки лауратов и переможцев конкурсов можно было убачить на властные очи. Работы представили на выставе, которую сопроводжала живая музыка в выполнении молодых дарований. Концерт распочался с узнагороджения юных гамельчан специальными премиями от Гарвы Канкама. За час основания фонда по патрымце талиновитой молоди было означено 306 человек. Сегодня до их долучилось еще 20. В прошлом году все они принимали активные дела в культурном житии города и становились переможцами конкурсов, фестивалей и споборництвов. Со сцены прогучала немало теплых слов у адрестых, кто у таким молодым взрослым уже достигнул великих высшин у любимой справе. Со ознагородами занимались и спортсмены, и журналисты, и активисты громадских организаций. Все летними лауреатами и призерами конкурсу «Зорное юнатство» стали 50 представников талиновитой молоди. Очень важная позиция двух сторон. С одной стороны, это инициатива, это желание молодежи и со второй стороны, это с позиции государства, это заметить нашу талантливую молодежь, обязательно ее поддержать, в том числе и благодаря фонду, который создан при Гомельском городском исполнительном комитете. Сегодня весь свет означает День театра. Это не только профессийное свято актеров, режиссеров, гримеров, костюмеров и работников сцены, но и особый день для прихильников этого мастерства. Сусветный День театра святкует с 1961 до его по традиции промеркованные премьеры, фестивали и выставы. Про то, как сегодня працуют и развиваются театры Гомельской области и чем тут готовы сдевлять глядача. Репортаж Вероники Ворошилиной. Сегодня в Гомельской области працуют четыре державные театральные установки. На и старейшей з'является областный драматичный театр. Творчую труппу заслуженного коллектива Республики Беларусь складают опыт своих старейших коллег. На базе установы традиционно проходит международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные состречи». Насыщенной изъявляется и гастрольная деяность. С 19 по 21 красовика Аблдрамтеатр проведе обменные гастроли с Орловским державным театром для детей и молоди «Свободная простора». 22-го красовика на его сцене будут блескать московские зорки театра профессийные справы артистов Аблдрамтеатра отбудется 30-го саковика. На сцене разгорнется мистичная детективная история о любови и ненависти пристойности и вседозволенности человечей одиноты и здрады, якая закликает задуматься над житевыми каштовностями и отвешным пытанием, у чим заключается счастье. Спектакли, которые ставятся в Гомельском областном драматичном театре, за все докорастаются популярностью уже хоров и гостей города над Сожем. Каждый, кто приходит в драматический театр, от годовалого ребенка до седовласого старика получают удовольствие. Это очень важно. Сегодня на сцене нашего театра не только комедии. Вы можете увидеть и мистический детектив, размышления лирические, многогранные спектакли по современной драматургии. Но мы, конечно, не забываем классику. Бодай, самым привабным с театральных будинком для юных жихарова региона з'является Гомельский Державный Театр Лялек. Лео в охоту на ведовольников сустракают фигуры казочных персонажов, что одразу створает отповедный настрой. Але при этом дети з'являются и самыми потребовальными театральными крытыками. Заслушить их увагу и ширую смешку с часом на вот соправдным майстрам сцены бывает непросто. Минавито тому у Гомельским Державным Театра Лялек до выбора репертуару подыходить вельми отказно. Кожную будущую постановку сторона анализует и адаптують под взрослую аудиторию. В ближайший час юных глядашов чекают премьерные спектакли «Казка про маленькую бабулю» и «Недитяшые гульни». Так само все это запланованы постановки «Чаралник» из Умрудного города и «Маленький Николя» обо видовочное и верогодное. В Гомельске Державный Театр Лялек это великая интерактивная пляцовка, где дети могут не только у вашей со сцены цикавые и познавальные истории, але и проявить себе творче. Мы проводим утренники, посвященные Международному дню театра, награждаем ребят, которые делали подделки, рисунки рисовали, приглашаем их естественно на спектакль. Насчет интерактивности многие спектакли у нас интерактивные, потому что особенно маленьким детям им необходимы спектакли и игры, в которых они активно участвуют. Есть на Гомельшине театр, який отказываю густу молодежной публике. Летостью назначил свое 25-годи. Гомельский городский молодежный театр. За годы деянность он робил вставку на интеллектуальную сучасную российскую замежную драматургию. Тут ставилися комеды, мелодрамы, психологичные пьесы, каски для детей. Многие спектакли носили экспериментальный характер. Зараз особливая увага у формирования репертуара Гомельского городского молодежного театра надается заправдой якосной, сучасной, цикавой и вострой, айчинной и замежной драматургией. Она промышает глядача задуматься над житцевыми пытаниями, проблемами и справами, подключить до восприимания розум, почуте и эмоции. В середопошних найбольш запотребованных творчих проектов селедний премьерный спектакль «Лятели Арели». Дай лох разважаний про то, до чого може привести свет иллюзий и як разобраться у своих внутренних суперечностях. А так само леташняя премьера психологичный триллер-метод, який пропонует глядачам стать светками эксперименту и убажить, какие моральные принципы здольны переступить человек деля поспеховой карьеры. До речи, именно витезг в этом спектакле артисты молодежного театра на минулом тыдне примали удел в Международном молодежном театральном форуме «Март-Контакт-2018», який проходил в Могилеве. Участие в фестивале для нас стало очень важным и ценным, потому что, во-первых, мы очередной раз увидели очень высокий интерес зрителей к нашей работе. Лиричные, музычные комедии, спектакли для детей, постановки на военную тематику складают репертуар Мазырского драматичного театра «Имя Мележа». Свою властную историю сучасный коллектив ведь с 1990 года колебов створенный театр. Межтым первый драматичный гурток у Мазыры съявился еще в 1913-м. По доброй традиции свое профессийное свято артисты Мазырского драматичного театра «Имя Мележа» с устрелой премьерой комедии «Хто смеется опошним». У целом на Гомельщине что год з'является широк текавых и талиновитых актерских работ. Их высоко оценивают жихары близкого и далекого замежа и они притягивают людошоу разных поколений и поглядов. Театры регион отрымают высокую профессийную планку и отыгрывают важную роль в духовно-моральном и культурном развитии «Электричный ток». Тематичная викторына для школьников под такой назвой прошла в средней школе 66 города Гомеля. Организатором мероприемства стал филиал «Энергонагляд» «Руб Гомель Энерго». Подробязности с поборниц в сюжете Ганны Корольчук. Одна из важнейших задач энергонадзора работа по профилактике электротравматизма. И особая роль здесь отводится встречам с детьми как с наиболее уязвимой категорией. Филиал энергонадзор «Руб Гомель Энерго» давно сотрудничает с учреждениями образования. Проводит беседы, помогает оформлять уголки электробезопасности, проводит конкурсы и единые дни электробезопасности для школьников. Одним из таких профилактических мероприятий стала викторина для пятиклассников под названием «А знаешь ли ты, что такое электрический ток?» Как показывает анализ детского травматизма по Гомельской области, 70% травм дети получают именно в этом возрасте. То есть это в ужас, когда они еще не полностью владеют знаниями безопасного поведения с электроприборами вблизи электрообъектов, энергообъектов и так далее. Поэтому мы пытаемся настойчиво как бы так внушить в их сознание о том, что электрический ток это не только благо, которое они так сказать получают при своей повседневной жизни, но это еще очень опасный фактор, с которым надо считаться и который надо уважать. В викторине принимали участие ученики 66-й и 72-й школ центрального района Гомеля. Ребята демонстрировали свои знания в шести турах. Вначале отвечали на вопросы в длицопросе, затем решали загадки об электроприборах, потом в бой вступили капитаны, а остальные члены команды активно поддерживали их вместе с залом. Четвертый тур электрическая цепь проверял скорость и сноровку. Каждая команда должна была как можно быстрее создать длинную крепкую цепочку из шарфов, после чего школьники также на скорость собирали пазлы. Последний тур творческий. Участники команд рисовали плакаты на тему электробезопасности. В напряженной борьбе победу одержали ученики 66-й школы, многие из которых не первый год занимаются исследованиями в этой области. Я делаю исследовательскую работу по электричеству, ток бежит по проводам. Я там, ну, показываю, брал провода, батарейку, соединял, ну, показываю цепи, там, например, лампочки прикреплены на провода и к этому. Проверял, что проводит электричество, например, пластмасса нет, грифель проводит, вода. Вот, вот, и проводит. По словам педагогов, таким мероприятием в школе рады не только дети, но и родители, которые также стали внимательнее относиться к правилам безопасности. Поначалу было нам тяжело, потому что не все понимали, что от них требуется. Но когда мы объяснили, что самое главное в этой жизни это защита детей, защита жизни и здоровья детей, родители стали также нам помогать. дети, вы видели, все очень активные, очень дружелюбные и мало того, у нас есть команда, мы команда. Я считаю, что это самое важное. Подведение итогов прошло в праздничной и веселой атмосфере, а победители получили дипломы и информационные плакаты для оформления класса. Анна Корольчук, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Единственная новина в компании. За каштованную информацию тысячу рублей. Буйнейший белорусский ритейлер «Еуроопт» уручил гроши тем, кто допомог знайсти по мешканне, придатные для организации магазинов. Пропанова в супрацовнестве была опубликована на сайте компании несколько месяцев тому и денечила до первого сакавика. За этот час на ее двукнулися не только те, кто знайшел умягчимые варианты, али и уласники по мешканню. Як поширилась география «Еуроопта» в наступном сюжете. Магазин в городке Соло работает уже две недели. Теперь всем другим предпочитают «Еуроопт» и цены выгодны, и акции постоянны, и игра удача в придачу. Предприниматель Олег Гринкевич свое помещение решил доверить лидеру рынка. А «Еуроопт» мне всегда привабливало то, что я думал о людях, и мне все время жаловались люди на то, что слабый ассортиментный перечень товара и дорого. Как бы магазин мой, а товар в нем не объяснишь, что это не мой товар. Я решение такое принял сразу. Очень много пожилых людей, которые приходятся, вот я уже говорю, 12 километров, то им добираться надо в город с моргой. А здесь, как говорится, шаговая доступность. Ирина Новогель и сама работала в торговле, но свой магазин пришлось закрыть. В городке Крево открытие «Евроопта» ждут давно. На предложение ритейлера Ирина откликнулась, не задумываясь. Он очень нужен, потому что в этих магазинах нету того ассортимента, какой хочет покупатель. Когда приходит автолавка еврооптовская, приходит, почему-то все почитают там что-то купить, что-то там, ассортимент другой. Ну, они себя хорошо зарекомендовали. Благодаря предоставленной информации, Евроопт успешно заключил договоры аренды в агрогородках Солы, Беловежский, Крево, Первомайский и поселки Головинцы. К слову, ежемесячная компания готова открывать более 20 магазинов на селе. Все, кто уже заключил договоры, получили обещанное вознаграждение. И совсем скоро еще в пяти агрогородках Беларуси появятся яркие современные магазины Евроопт и Брусничка с широким ассортиментом товаров и доступными ценами. В самое ближайшее время объекты нашей торговой сети начинают свою работу в таких населенных пунктах, как Беловежский, Крево, Лясковичи и Станьково. В самых ближайших планах, именно с мая, мы начнем комплексно обслуживать Оршанский регион. Мы находимся в постоянном переговорном процессе с Белкопсоюзом по аренде новых торговых площадей. Под управлением крупнейшего белорусского ритейлера Евроторг более 500 торговых объектов под брендами Европт и Брусничка во всех регионах Беларуси. Из них 50 в деревнях и агрогородках нашей страны. Работают 44 автолавки Евроопт. Развозной торговлей охвачены 15 районов страны. А маршруты автолавок включают почти 1300 деревень и 30 садовых товариществ. Мы очень рады, что открылся Евроопт, потому что выбор больше стал. Цены ниже стали. Здесь у нас не было тому, в Новогрудке всегда Евроопт ходили. Не хочется ходить по магазинам, а в один магазин зашел, купил все. Рыба, мясо, хлеб, продукты. Ну, есть. Даже вот те же перчатки, те же носочки. Все есть. В перспективе заключение договоров еще по нескольким десяткам объектов на селе, информация по которым поступила во время акции. Учитывая количество поступивших всего за несколько месяцев предложений, в компании решено продлить акцию до 1 июня. К сожалению, далеко не все в этом вопросе зависит только от желания и готовности компании. Есть немало других факторов. В частности, таких как скорость получения земельного участка от местных властей, получение разрешения на строительство объекта, а также оформление документов по аренде или приобретению готового помещения. К примеру, если земельный участок не подготовлен к проведению аукциона или предоставлению по инвестиционному договору, такая подготовка потребует 5-6 месяцев. Бывают и другие случаи. При заключении договора на аренду или приобретение какого-то объекта отсутствуют порой необходимые документы, и это также требует времени. Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы максимально ускорить процесс открытия торговых объектов. И в течение трех месяцев после получения всех необходимых документов готовы открыть торговый объект на селе. В год Малой Родины Евроопт и дальше намерена расширять свое присутствие в глубинке. Компания готова открыть стационарный торговый объект в любом населенном пункте с населением более 200 человек. Это и так само другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsvrgomil.by Далее у эфира де-факто и спортивные огляды я с вами разведываюсь. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Программа де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Ударил ножом в сердце, чтобы отобрать у женщины сумку. В Гомеле задержан рецидивист, который совершил дерзкое разбойное нападение на прохожую. Это произошло в советском районе областного центра в нескольких сотнях метрах от пересечения улицы Павлова и проспекта Октября. Увидев хорошо одетую женщину, злоумышленник напал на нее, потребовал отдать сумку, но когда план не сработал, достал из кармана нож. Два удара и женщина перестала сопротивляться. В результате проникающих ранений было задето сердце, а также диафрагма и селезенка. На месте случившегося случайно оказался милиционер. Он первым пришел на помощь раненой прохожей. Попросила провести ее несколько шагов до дома, но затем ей вообще стало плохо, она начала терять сознание, и только тогда она сказала, что против нее было совершено разбойное нападение, и она получила два ножевых ранения. Естественно, что сотрудник милиции вызвал скорую помощь, обратился к своим коллегам, чтобы они вовремя прибыли. Правоохранители в буквальном смысле слова причесали весь район, отработали областной центр и задержали злоумышленника в квартире у его знакомой. Им оказался ранее судимый житель Добружского района. Не так давно в России он отбывал наказание за убийство. Потерпевшая рассказала, что нож он достал практически сразу, в реанимации женщину прооперировали. Она в критическом состоянии. Данное преступление можно назвать дерзким, так как оно было совершено в общественном месте в дневное время. В основном рассказывают это в 90-е годы, такой вот, тот период. Ну и то люди в основном нападали в темное время суток, где-нибудь за углом. Но не в дневное время в оживленном месте. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Разбойное нападение и покушение на убийство, сопряженное с разбоем. Сейчас правоохранители отрабатывают личность задержанного на возможность причастия к другим преступлениям. Граждан просят сообщить о полезной для следствия информации. Очередную нарколабораторию прикрыли гомельские оперативники. На этот раз ее организатор синтезировал амфетамин. Мужчину задержали, остановив его иномарку. При себе у водителя оказался мезер около грамма запрещенного препарата. Основной запас наркотика хранился дома, где задержанный и наладил его производство. Амфетамин наркоповар варил по личному рецепту, а сырье завозил из России. Возбуждено уголовное дело. 30-летний житель Гомельского района в настоящее время задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 328 Головного кодекса Республики Беларусь. Сотрудники МЧС сегодня провели проверку в одном из крупных торговых центров Гомеля. Инспекторы исследовали работу систем безопасности, проверили пути эвакуации, грамотность действия персонала, наличие средств пожаротушения и документации. Напомним, в связи с трагедией в российском Кемерово, где на пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать комплексный план и до конца месяца провести проверки на подобных объектах. В Гомельской области их около 30. Стоит отметить, что проводится на данный момент проверка объекта. По отработке непосредственно эвакуации замещаний не было. Со всех этажей персонал и люди были эвакуированы. Внутри в помещениях никто не остался. Ни один ребенок забыт не был. И пока это все новости к этому часу. С вами был Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель 2 в шаге от чемпионского титула высшей лиги национального первенства. Счет в финальной серии против столичного юниора 3-1 в пользу рысей. После двух побед в Минске у гомельчан был шанс завершить противостояние на родном льду. Однако в первом поединке на арене Гомельского ледового дворца минчанам удалось одолеть хозяев 2-0. На следующий день подопечные Артема Сенкевича взяли реванш. Во втором периоде Рысе открыли счет. Отличился Никита Юрченко. На экваторе заключительной третьей игры гости усилиями Глеба Девинтеичика счет сравняли. За три минуты до финальной сирены победу Гомелю 2 принес точный бросок Антона Шевчука. 28 марта команды вновь сыграют между собой. Пятый матч финала состоится в Минске. Между тем первая команда Гомеля и Жлобинский Металлург продолжают участие в турнире развития. Накануне оба представителя нашего региона одержали победы. Сталевары обыграли команду БФСО Динамо 5-2. Гомель со счетом 5-0 был сильнее белорусской молодежки. Лечицкие хоккеисты в числе призеров республиканских соревнований среди детей и подростков золотая шайба на призы президента Беларуси. Завершились состязания в дивизионе Б в младшей возрастной группе. Гомельскую область представляла команда Альянс из Лельчиц. Победителем кругового турнира стали Орляты из Щучинского района Гродненской области. На втором месте расположились лельчицкие хоккеисты. Замкнула тройку сильнейших дружина Уникум из Борисовского района Минской области. Всего же за победу на льду сражались шесть команд. Отмечу, что лучшим бомбардиром турнира стал Богдан Закрыжевский из Альянса. Сегодня в Пружанах стартует турнир в старшей возрастной группе дивизиона Б. Тут честь нашего региона будут отстаивать также юные хоккеисты из Лельчиц. В Могилеве завершился чемпионат Беларуси по прыжкам на акробатической дорожке. Команда Гомельской области вернулась с турнира с тремя наградами и все высшие пробы. Не было равных гомельчанам в командных состязаниях. Татьяна Марченко, Анна Царикова и Елизавета Куколева и Вероника Дорофеева победили в женской части турнира. Второе место заняла сборная Могилевской области третья Бресской. Мужчинам также не было равных. Гомельчане Дмитрий Новоселов, Виктор Антипенко, Андрей Сергенко и Владислав Лесницкий увезли домой с золота. Второе место у команды Витебского региона, третье у Могилевской области. Дмитрий Новоселов присовокупил командному золоту и победу в личных состязаниях. Полусредние гонбольного клуба Гомель Андрей Климовец и Игорь Кожедуб вызваны в расположении молодежной сборной Беларуси. Учебно-тренировочный сбор проходит в Республиканском центре Олимпийского резерва по гонболу. Кроме тренировок гомельчане также примут участие в матчах национального первенства. Молодежная сборная, собранная из игроков 2000 года рождения, вне конкурса выступает в группе Б чемпионата Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.